Приморские гребцы отличились сразу на нескольких крупных соревнованиях. Сначала копилку наград пополнили спортсмены, выступившие на всероссийских состязаниях по гребле на байдарках и каноэ. В городе Энгельсе ежегодные старты собрали 580 спортсменов со всей страны. Приморцы по итогам гонок завоевали 10 медалей. Все награды в этот раз принесли байдарочники. Семен Денисенко стал обладателем трех серебряных наград среди мужчин. Остальные семь медалей завоевали воспитанники отделения гребли Краевой спортивной школы. Параллельно за рубежом отличилась и звезда нашей гребли. Иван Штыль успешно выступил на чемпионате Европы. Среди 450 участников из 36 стран Приморец смог стать лучшим сразу в двух дистанциях. В каноэ двойке на 500 метровке и на спринтерской дистанции в 200 метров. По итогам этих соревнований в общекомандном зачете российская сборная заняла третье место. На первой строчке оказалась Венгрия, на второй – Германия. Любительский чемпионат по шоссе на кольцевым мотогонкам стартовал во Владивостоке. Традиционные открытые соревнования собрали на картодроме Змеинка 18 участников из приморской столицы находки и Артема. Все гонщики были разделены по классам. Помимо традиционных групп спорт, стрит и ньюби, организаторы чемпионата ввели новый зачет – уимен, женщины. В этом году мотогонки привлекли сразу пять девушек, тогда как раньше в чемпионате участвовала лишь одна. Заезды каждой группы включали в себя 25 кругов. В этот раз гонка заканчивалась сразу после финиша лидера заезда, из-за чего скорости на чемпионате выросли по сравнению с прошлым годом. Когда проводишь два часа на треке, ты выкладываешься полностью и нарабатывается уже не просто мастерство, а навыки, которые помогают, собственно, ездить и вне трека. Напомню, что подать заявку для участия в соревнованиях все еще может любой желающий. Все подробности можно узнать у организаторов по указанному номеру телефона. Второй этап скоростного чемпионата состоится 26 августа. Четвертый этап РДС «Восток» прошел в Хабаровске. На старт очередных соревнований по дрифту вышло 12 пилотов из Владивостока, Благовещенска и непосредственно Дальневосточной столицы. По итогам соревнований весь призовой пьедестал завоевали гонщики из нашего города. Причем первые два места забрала семейная пара – Екатерина и Максим Седых. Третью строчку занял владивостокский пилот Константин Овшаров, который, к слову, стал лучшим в одиночных заездах. В командном зачете интриги так и не появилось. Лидером по-прежнему остается команда «Тим Йокогама». Напомню, что уже 2 и 3 сентября на премьеринге во Владивостоке пройдут финальные пятый и шестой этапы РДС «Восток». Завершение чемпионата пройдет в один уикенд. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.